Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 7 мая. Поздравления и подарки от президента. Анатолий Бибилов посетил ветеранов войны. К празднованию готовы. На театральной площади прошла генеральная репетиция военного парада. Осторожно, дети на дороге. Сотрудники ГАИ и школьники провели профилактическую акцию. Сегодня президент Анатолий Бибилов принял участие в акции «Георгиевская ленточка». Представители молодежи вручили президенту ленточку и поздравили с Днем Победы. Далее глава государства посетил ветеранов войны, поздравил их с наступающим праздником и вручил подарки. Репортаж Дзерасы Кузаевой. Акция «Георгиевская ленточка» продолжается. Сегодня в ней приняли участие глава государства Анатолий Бибилов и председатель правительства Эрик Пухаев. Акция прошла у памятника Костахе Тагурову. После того, как представители молодежи вручили президенту ленточку и поздравили с праздником Победы, Анатолий Бибилов поинтересовался знаниями молодежи о Великой Отечественной войне, задав несколько вопросов. Анатолий Бибилов подчеркнул значимость акции, отметив, что это своего рода знак гордости за предков. И мы все обязаны помнить и чтить память тех, кто проявил мужество и смелость в боях с немецким захватчиком. И быть готовы оказывать помощь тем ветеранам, которые сегодня рядом с нами. Если у вас есть соседи, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тылами, вы знаете, Пригравленные к ветеранам Великой Отечественной войны, им надо тоже оказать посильную помощь в вашем внимании. Самое главное это внимание. Поблагодарить, подойти, спросить, как дела. Сказать огромное спасибо за то, что вы нам добывали победу, за то, что мы сегодня есть. Далее Анатолий Бибилов посетил ветеранов войны и поздравил их с наступающим Днем Победы. Все они с большой радостью встречали главу государства. В первую очередь, президент расспросил ветеранов о том, какие у них проблемы, и поручил оказать помощь в улучшении жилищных условий. И срочно ремонт здесь провести. Хороший. Встречи прошли в теплой атмосфере. Глава государства также отметил, что если ветеранам необходима медицинская помощь, то они всегда готовы поддержать и прийти на помощь в решении таких вопросов. Президент со словами огромной благодарности за мирное небо вручил героям Великой Отечественной войны подарки. Им были переданы поздравительные адреса и монеты с изображением святилища реком. Ага, на надо. Здравствуйте, Козаева Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня на Театральной площади столицы состоялась генеральная репетиция парада во знаменовании 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне с привлечением военной техники. Военнослужащие отработали слаженность действий парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, прохождение торжественным маршем и другие строевые элементы. Тему продолжит Эльвира Тибилова. На главной площади столицы республики сегодня с утра прошла генеральная репетиция военного парада во знаменовании 73-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. В подготовке парада задействованы парадные расчеты войск с Хинвальского гарнизона, подразделение Министерства внутренних дел республики Южная Осетия, пограничные службы Комитета государственной безопасности республики, Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Четвертой гвардейской военной базы Министерства обороны Российской Федерации. Торжественным маршем также пройдут парадные расчеты женщин-военнослужащих Министерства обороны и служащих Министерства внутренних дел республики, курсанты Гатецкой школы Министерства обороны Южной Осетии. Личный состав участвующих в параде сегодня показал то, чему мы научились. Министр обороны и я остались довольны этой тренировкой. И думаю, что наши военнослужащие, все, кто в ней участвует, в параде будут участвовать, они покажут достойную подготовку, и именно покажут, что они настоящие военнослужащие. Впервые в истории Южной Осетии в военном параде Цхиньвала примут участие курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища. У нас из года в год состав парадных расчетов практически одинаковый, там не меняется. В этом году только у нас еще добавилось, приехали к нам гости из Донецкой народной республики, из Донецкого высшего общевойскового командного училища. Значит, две коробки от них участвуют, это курсанты, тоже очень достойно подготовлены. И мы очень рады, что именно они у нас участвуют в этом параде. Подготовка к военному параду длилась больше месяца. В ходе репетиции отрабатывалась слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула, прохождение торжественным маршем и другие элементы парада. Генеральная репетиция парада Победы прошла с привлечением военной техники. Это бронетранспортеры, системы залпового огня, пушки, минометы и так далее. Военный парад Победы пройдет традиционно на театральной площади и начнется ровно в 11 часов утра. Эльвира Дебилова, Азамат Кудзев, информационный выпуск «Сегодня». Военнослужащие Министерства обороны Республики Южная Осетия впервые примут участие в параде Победы в Донецкой Народной Республике. Также впервые в военном параде в Цхинвале принимают участие курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища. Марьяна Чучева с подробностями. Бойцы армии Южной Осетии впервые в истории принимают участие в параде, приуроченном к празднованию 73-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, который пройдет в столице Донецкой Народной Республики 9 мая. Нам очень приятно присутствовать здесь и пройти в параде 9 мая на город Донецк, Донецкой Народной Республике. В то же время впервые в военном параде в Цхинвале принимают участие курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища. Договоренность об этом была достигнута в январе этого года в Донецке в ходе встречи Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Южной Осетии президента Анатолия Бибилова с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Готовились мы серьезно, дома занимались тоже, вот, всем составом, репетировали каждый день, чтобы здесь, когда к вам приехали, чтобы мы показали максимум того, что мы можем. Если честно, нам здесь очень нравится, все ребята довольны, здесь у вас красиво очень сильно. И по сравнению с нашей площадью, она огромная. Тут надо чуть больше пройти, конечно, но оно того стоит. После этого детали были обсуждены уже в Цхинвале в ходе встречи президента Анатолия Бибилова с делегацией Министерства обороны Донецкой Народной Республики во главе с генерал-лейтенантом Алексеем Каноновым. В Параде Победы в Донецке парадным строем пройдут около полутора тысяч военнослужащих различных подразделений. Будет задействовано более 70 единиц техники, в том числе техника времен Великой Отечественной войны, такие как ЗИС-3, ЗИС-5, Катюша и Т-34. Боевые машины были восстановлены силами отдельного ремонтно-восстановительного отряда Редут 1-го армейского корпуса ДНР. По площади пройдут парадные расчеты боевых подразделений армии республики, расчеты МЧС ДНР, внутренних войск, полки специального назначения, отряда спецназа, курсанты Донецкого общевойскового военного училища, а также учащиеся военного лицея. Марьяна Чочиева, Эльза Тадеева. Информационный выпуск сегодня. Во второй общеобразовательной столичной школе сегодня прошло торжественное мероприятие – открытие мемориальной доски. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь. Учреждение носит имя Героя Советского Союза Константина Кочиева. На праздник собрались выпускники прошлых лет. Своими впечатлениями делится Марьяна Чочиева. 7 мая 2018 года останется в памяти фиников среднеобщепрозавательной школы номер 2 надолго. Открытие мемориальной доски состоялось во дворе школы с целью увековечить память об эко-госпитале, располагавшегося в военные годы, во второй, в те времена, гвардейской школе. Мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски эвакуационного госпиталя 3692, началось со звуков гимна Республики Южная Осетия. Во дворе школы собрались как учащиеся, так и именитые выпускники школы. Немногим известно, что во второй школе имени Героя Советского Союза Константина Георгиевича Кочиева в годы Великой Отечественной войны располагался госпиталь, где находилось огромное количество тяжело раненых бойцов. Эвакуационный госпиталь означает госпиталь, который был построен в тылу врага и куда могли большим количеством доставлять ребята тяжело больных бойцов, раненых бойцов. И наша улица в те времена называлась улица Ленина, улица с большой историей, но в нашей школе и напротив нас еще была в те времена школа, был размещенный в АК госпиталь. И вы не застали, но у нас железнодорожная станция, есть автовокзал, который сейчас называть, сюда приходили эшелоны с ранеными бойцами, которые доставались вот сюда, вот в это самое место, в эту школу и в здании напротив, где очень быстро, мобильно разместились вместо классов палаты и работали врачи, медсестры. То есть жители города просто подключились помогать раненым бойцам, потому что фронту нужны были бойцы здоровые. Министр образования и науки Наталья Гассива пожелала молодому поколению счастья и мирного неба над головой. Мы все знали, что в годы Великой Отечественной войны во второй школе был Ивако-госпиталь. Знали от старших, с теми, в которых вы учитесь, они знают боль, страдания, они помнят руки врачей, медсестер, они помнят помощь простых граждан, жителей нашего города, потому что раненые, которые здесь были, они не только вставали на ноги, но они были еще окружены любовью, любовью людей. И поэтому ваша память, сегодняшняя память, это дань памяти Великой Победе. В качестве выпускницы второй школы выступила заместитель министра образования и науки Элиса Гоглоева. Как выпускница этой школы я безмерно горжусь тем, что окончила вторую гвардейскую школу. Всю жизнь, я помню, мы гордились этим и продолжаем гордиться сегодня. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Челочки тоже снять мне, дядя, не осуждая, не броня. Смотрели прямо в душу глядя, трехлетней девочке глаза. Для торжественного открытия памятника была приглашена министра образования и науки Наталья Гассива. После торжественной части все собравшиеся были приглашены в здание школы, где их ожидал сюрприз, подготовленный совместными усилиями учителей и учеников. Фотографии, письма, личные вещи отныне украшают стены второй школы. Ученики совместно с педагогическим коллективом организовали музей военной славы в стенах школы. В скором времени коллекция будет пополняться и устраиваться будут экскурсии. Сегодня в столице России состоялась торжественная церемония инаугурации избранного президента Российской Федерации Владимира Путина. Церемония прошла в Большом Кремлевском дворце и стала для Путина четвертой за время его политической карьеры. Подробности в репортаже Розы Тедаевой. Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Путин вступил в должность президента России. Ровно в полдень по московскому времени избранный президент Российской Федерации Владимир Путин вступил официально в должность. Торжественная церемония проходила в исторических залах Большого Кремлевского дворца в Андреевском, Александровском и Георгиевском. На церемонии присутствовало более 5000 гостей со всей страны, представителей исполнительной, законодательной и судебной власти, известные общественные, религиозные и культурные деятели. На торжественную церемонию почетный караул внес символы власти главы государства, президентский штандарт и знак, а также специальный экземпляр Конституции, на котором и произнес клятву Владимир Путин. После чего он уже в качестве официально вступившего в должность президента взял слово и обратился к гражданам Российской Федерации, как в стране, так и находящимся за рубежом. Путь вперёд не бывает простым. Это всегда сложный поиск. Но история не прощает только одного – безразличной и непоследовательности, расслабленности и самоуспокоенности. Особенно сегодня, в переломное время, в переломную эпоху, эпоху бурных изменений во всём мире. Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу Отечества на десятилетия вперёд. Перед нами напряжённая работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединённых искренней заботой о России. Мы научились отстаивать свои интересы, возродили гордость за Отечество, за наши традиционные ценности. Опыт показывает, что и сегодня нам нужно беречь достигнутое. И на этой основе, конечно, двигаться только вперёд. Владимир Путин уделил особое внимание дальнейшему развитию страны, обозначил цели и задачи. Россия – сильный, активный, влиятельный участник международной жизни. Безопасность и обороноспособность страны надёжно обеспечены. Будем и впредь уделять этим вопросам необходимое постоянное внимание. Но сейчас мы должны использовать все имеющиеся у нас возможности, прежде всего для решения внутренних, самых насущных задач развития, для экономического, технологического прорыва, для повышения конкурентоспособности в тех сферах, которые определяют будущее. Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот, что сегодня главное. Вот, что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека. Торжественная церемония была разделена на две части. После официальной церемонии вступления в должность Владимир Путин вышел на Соборную площадь Кремля. Здесь его ждала другая часть приглашённых – волонтёры, представители общественных движений, люди, которые были задействованы в его предвыборном штабе. На Соборной площади Кремля за торжественной церемонией наблюдали более полутора тысяч человек. Церемония вступления в должность президента Российской Федерации завершилась торжественным прохождением президентского полка. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации. Многоуважаемый Владимир Владимирович, от имени руководства народа Республики Южная Осетия и себя лично имею честь направить вам самые тёплые и искренние поздравления по случаю вашего официального вступления в должность президента Российской Федерации, говорится в поздравлении. Бибилов отметил, что в Южной Осетии высоко ценят внимание Владимира Путина к вопросам двусторонних отношений между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией, основанных на исторически сложившейся общности ценностных ориентиров. От всей души желаю вам, многоуважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, новых достижений и реализации всех намеченных планов, направленных на процветание российского государства, сказал Анатолий Бибилов. Вопросы разработки проекта КВН в Южной Осетии были обсуждены во время встречи президента Анатолия Бибилова с директором Северо-Остинского государственного театра КВН Сусланом Плеевым. Глава государства подчеркнул, что команда КВН нужна нашей республике. Она предоставит большие возможности для молодежи. Тему продолжит Зарина Кочиева. Президент Анатолий Бибилов принял директора Северо-Остинского государственного театра КВН Суслана Плеева. В ходе встречи были обсуждены вопросы разработки проекта КВН в Южной Осетии, который бы работал на популяризацию республики на продвижение бренда «Южная Осетия». Суслан Плеева отметил, что ранее уже приезжал в Схинвал с подобным предложением. «Счастно со студентами, они хотят, но они не совсем понимают, а что им это даст. А это социальный лифт. Вот для них они уже понимают, что это социальный лифт. Они могут что-то здесь изменить реально. На такой маленькой территории, с большой концентрацией талантливых людей, то есть всегда что-то получается. Гостины в этом плане такие. «Нам же надо от чего-то отталкиваться, если их раздавать. Но эта команда будет представлять нам республику». Суслан Плеев также подчеркнул, что игра в КВН является отличным досугом для молодежи и помогает развивать интересы. «В Северной Осетии сейчас уже есть хорошая команда. Она вот сейчас вот опять пробьет вот эту гостинскую команду. Они будут, я надеюсь, в телевизоре. И следующая гостинская команда будет легче. Пускай эта следующая гостинская команда будет из Схинвала. Вот и все». Глава Юго-Сенского государства со своей стороны подчеркнул, что команда КВН очень нужна Южной Осетии, поскольку предоставит большие возможности для молодежи. Он обозначил большой потенциал югостинской молодежи, отметив, что ранее школьная команда из Схинвала 16+, уже приняла участие во Всероссийской юниор-лиге КВН, где заняла призовое место. «Исходя из того, что у нас действительно команды, ребята, исходя из того, что как раз мы об этом говорили, что буквально несколько лет назад наша молодежная команда там серьезные результаты, как раз занимался этим Миша Хасил в то время, насколько он… И, конечно, есть огромный багаж возможностей, которые, конечно, надо использовать. И я уверен, что совместно с вашей помощью именно подсказать, как правильно…» «Мы готовы. Мы на все готовы. Наши ребята определить направление. Я думаю, что это необходимо. Я считаю, что КВН в наших условиях реален. И это будет правильно». Во встрече также принял участие помощник президента Давида Газаев. Зарина Кочева, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск «Сегодня». Вчера в 16.30 на седьмом километре автодороги Цхинвал-Знаур в районе села Хитагурово Цхинвальского района Южной Осетии произошло ДТП, в результате которого погиб 12-летний ребенок Марат Санакоев. Водитель трактора без государственных регистрационных знаков, 51-летний житель в селах Хитагурово Дмитрий Вазагов, съехал с проезжей части автодороги и опрокинулся. Вместе с ним в кабине находились его 9-летний сын и 12-летний племянник. Сразу же после несчастного случая они были доставлены в республиканскую больницу, где 12-летний Марат Санакоев скончался в операционном блоке. По факту ведутся следственные мероприятия. Медицинское свидетельствование показало, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Эти тракторы без регистрационных знаков и многие из них уже вышли из строя. Мы теперь будем проверять в районах все тракторы, их рабочее состояние и наличие соответствующих документов. С целью привлечения внимания участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма, в частности детского, привития вежливого уважительного отношения между водителями и пешеходами в процессе дорожного движения, сегодня была проведена акция, в которой приняли участие школьники. Сарина Кочиева с подробностями. Осторожно, дети на дороге. Сотрудники государственной автоинспекции совместно с учащимися 12-й школы провели профилактическую акцию. Дети выстроились вдоль дороги с макетами дорожных знаков и плакатами с призывами соблюдать правила дорожного движения. Таким образом, они пытались привлечь внимание автомобилистов и призвать их быть более осторожными при движении по оживленным участкам дорог. Сотрудники госавтоинспекции останавливали водителей, а ребята вручали им памятки. Мы сегодня раздавали водителям билеты. В этих билетах было написано, как правильно вести себя водителем. Еще мы говорили водителям, чтобы они были осторожны. Ребята, общаясь с водителями, призывали их соблюдать правила дорожного движения. Напоминали о том, что при движении вблизи образовательных учреждений мест массового пребывания детей необходимо быть максимально внимательными и осторожными. Особое внимание было уделено соблюдению скоростного режима и правилам проезда пешеходных переходов. Целью данной акции является привлечение внимания участников дорожного движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма, в частности детского. Приведите взаимовежливого, уважительного отношения между водителями и пешеходами в процессе дорожного движения. Эти мероприятия будут продолжены. Хочу выразить благодарность ребятам, которые приняли участие в наших профилактических мероприятиях. Необходимо отметить, что все водители с пониманием отнеслись к поводимой акции и пообещали быть дисциплинированными на дороге. Я знаю правила дорожного движения, правда, пока не все. Я постараюсь выучить их, чтобы правильно переходить дорогу. Сегодня нас этому учили. Мы, в свою очередь, напоминали водителям, что им тоже нужно соблюдать правила дорожного движения, чтобы не сбить детей. Чтобы ребенок был в безопасности, в первую очередь, родители должны регулярно напоминать детям основы безопасного поведения на дороге. Ребенок должен понимать, что пересечение дороги, нарушение правил безопасности может стоить ему жизни. Зарина Кочева, Азиз Багаев, информационный выпуск «Сегодня». Далее узнаем прогноз погоды на завтра, 8 мая. В Занаурском районе республики завтра, 8 мая, переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 10. В Цаусском районе переменная облачность, дождь. Днем плюс 19, ночью плюс 9. В городе Квайса переменная облачность, дождь. Днем 17 градусов тепла, ночью плюс 8. В Ленингорском районе Южной Осетии переменная облачность, дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 14. В столице республики Вцхенвале переменная облачность, небольшой дождь. Днем 19 градусов тепла, ночью плюс 11. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.